Становление пехотинца начинается с учебных классов. В аудиториях бойцы изучают азы огневой подготовки, тактики, связи. А лучший способ систематизации накопленного багажа знаний – полигонная практика. Здесь подразделения оттачивают навык командной работы, постепенно увеличивая интенсивность тренировок и сложность выполняемых задач. Военнослужащие прошли этап одиночной подготовки, слаживание экипажей и завершается все это слаживание отделения. На данном этапе они показывают все, чему научились за предыдущий месяц. То есть выполнили до этого первого упражнения контрольный стрельб на директрисе боевых машин, второе, отводили зачетное упражнение и только после этого выходят на комплексное тактическое занятие. В этот раз отрабатывают введение боевых действий в засаде. На огневой рубеж подразделение выдвигается под прикрытием брони. Десантировавшись из техники, гвардейцы занимают позиции и приступают к введению боя. На каждого бойца приходится по меньшей мере четыре цели. Среди них группа пехоты, пулеметный расчет, долговременные огневые точки. На гранатометчиках лежит одна из основных задач – остановить технику условного неприятеля. В противостояние вступает и экипаж боевой машины пехоты. Калибр в 12,5 мм эффективен в том числе против легкобронированных целей. Техника гусеничная, довольно-таки эффективная. Можно перевозить экипаж и есть два вида оружия. Пушка 2А42 и спаренный пулемет ПКТ, что позволяет прикрывать. Экипаж службы интересная, что-то новое, новые препятствия. Надо с ними бороться. Нанеся поражение неприятелю, отделение занимает места в боевой машине и отходит в район сбора. На сегодня задача выполнена. Завтра подразделению предстоит занять рубеж обороны взвода. Павел Гордещик, Роман Тарасевич, телекомпания «Воен-ТВ». Специально для программы «Наше утро».